здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу предложить вам сделать вот такие вот елочки методом обмотки с перекрещиванием идею этой елочки я нашла в пинтерест фотографию автора прилагаю все что нам потребуется у меня на столе это трубочки мои трубочки 30 сантиметров на спицу 12 полоса то ли 7 то ли 8 естественно клей кусачки чтобы откусывать проволоку до секатор сама проволока у меня вязальная проволока 09 но можно взять и флористическую также может пригодиться шилово такое расширение и прищепка также я нарисовала вот такой вот шаблон по которым я буду выкладывать каркас елочки здесь 10 сантиметров у меня здесь у меня 5 сантиметров и ножку я решила сделать поменьше я сначала сделала большую до полтора но решил уменьшить ее до одного сантиметра здесь уже на выбор то есть можно сантиметр можно полтора так и для начала как обычно я проверяю войдет ли проволока в трубочку проверяю вот такими вот спицами у меня спицы есть 08 вот это вот и единичка проверю сейчас спицы 08 почему я проверяю потому что проволока она неровная да и может где-то застрять в трубочке так проверимся с единичкой единичка уже туговато но входит вот единичка вошла все значит проволока должна у меня по идее в трубочку войти с узкого кончика я начинаю вставлять проволоку вот таким вот движениями вставляю проволоку немножечко можно выпрямить вот вставила проволоку а теперь мне нужно сделать так чтобы раструб был пустой без проволоки я немножечко вот такую да сделала подтянула и здесь где-то на сантиметр я ее вытащу вот так вот вот раструб у меня без проволоки беру кусачки откусываю проволоку так со стороны раструбы немножечко подрежу вот этот вот флажок этого можно не делать вот ну я подрежу так теперь беру свой шаблон и начинаю выкладывать каркас из трубочки то есть вот так по всему периметру мне нужно будет выложить трубочку с проволокой стык буду делать где-то вот в серединочке так сгибаю вот здесь вот размер можете сделать любой зависимости от вашей трубочки донут от 30 сантиметров она получается если трубочка 30 сантиметров елочка получается примерно 10 сантиметров в высоту так стараюсь выкладывать ровно чтобы вот эти вот грани елочки да и вот эти были одинаковые сверяюсь с шаблоном так загибаю вот здесь вот так так вот здесь вот так смотрю чтобы ровненько было так вот это расстояние делаю теперь чтобы было одинаково так вот это помню ниже получилось да здесь ножичка подогну вот так вот вот ну вот так вроде ровно да значит теперь мне нужно вот этот кончик вставить в 1 струб он меня получится длинноват поэтому немножечко его подрежу примерно вот так вот да вот теперь капну клей в 1 струб так и соединю свой каркас так это все будет закрываться поэтому если какой-то тут небольшой огрех получится это не так страшно вот но стараемся всегда делать аккуратно так вот я теперь смотрю у меня почему-то криво сейчас я это исправлю ну вот я подправила каркас и вот такой каркас у меня получился значит теперь я возьму две трубочки со стороны раз труба подрезаю один кончик вот так наискосок а здесь подрезаю флажок капаю клей и соединяю посмотрим на нашу елочку можно лицевую сторону сделать с этой стороны можно с этой стороны как удобнее начинать да но давайте начнем вот вот с этой перекладинки так вот у меня место наращивание оно пойдет у меня назад вот так я ставлю и здесь самое главное очередность да то есть лево право лево право чтобы все вот эти наши виточки они все ложились в одном направлении спереди подставила и начинаю заворачивать сначала левую трубочку вот так вот теперь из под нее правую трубочку вот так вот сзади у меня образуется вот такое перекрещивание наращивание наращивание как раз прячется вот под трубочку так продолжаем левую трубочку веду к уголочку сюда уже и из под нее укладываю правую трубочку вот образую крестик спереди так теперь продвигаемся выше да в том же порядке придерживаем здесь потому что когда мы сейчас начнем обматывать да вот эти грани они будут стремиться уйти в середину нам нужно сделать так чтобы они не ушли в середину левую так из под нее правую вот так вот сзади получается продолжаем левую поправляем здесь чтобы ровненько все было да и из под нее то есть не сюда а сюда да из под нее правую где здесь делать наращивание ну по идее конечно любое наращивание можно сделать на пересечении виточков да там внизу вот сейчас посмотрим как у нас ляжет трубочка так левую вот так вот из под нее вывожу правую здесь вот видите получается что по идее вот эту трубочку мы должны обрезать вот здесь вот да а вот это мы должны были обрезать вот здесь вот 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 но поскольку в принципе всю елочку можно сделать например патину покрыть да или какие то вот красочкой поставить точечки там будет как елочные шарики вот я сейчас не буду наверное соблюдать этот принцип на наращивание под витком вот но вы уже сделаете как вам удобно так сейчас я наращу обе трубочки так сейчас я наращу обе трубочки пока вот так прижму и наращу вот так вот просто здесь срежу и здесь просто вот этим срезом я буду ставить как бы вовнутрь так беру еще две трубочки наращиваю вот я нарастила трубочки продолжаем левую левую так из под нее правую так продолжаем левую и правую так вот так вот идем до самого конца левую левую правую правую левую здесь вот наши стык вот вот видите образуются вот такие вот крестики спереди и сзади так сейчас опять нужно будет мне наращивать так нарастила продолжаю левую левую из под низа правую правую так подходим постепенно к концу сейчас будем прятать наши хвостики так можно поострее кончик сделать можно поострее кончик сделать можно кстати вот уже закончить да и просто оставить эту петельку для того чтобы за нее елочку подвешивать все время получается по-разному так левая так левая так левая из под нее правая так левая правая так здесь смотрим уже просто по ситуации да бывает так что трубочки заканчиваются там ближе к краю или еще да вот у меня вот эти две елки они получились по-разному я закрыла здесь вот так получился да видите большой крестик я просто подрезала но это была первая моя елка это была вторая елка здесь немножечко по-другому у меня получилось закрыть край вот но смотрим просто уже по ситуации так значит здесь получается вот сначала левая должна пойти да вот так потом правая накрыть как бы этот виток да давайте так и сделаем вот эта трубочка пойдет сюда обрежется а вот эту я заправлю под вот этот виток вот сюда как бы эту прижму да а вот эту попробую вывести вот так вот сюда посмотрим что получится здесь все смотрим по ситуации вот так вот сейчас я сделаю вот так да ну вот получается рисовая сторона да вот изнаночная все теперь подрезаем потягиваю потягиваю теперь то тут лучше получилось так так подтяну подрежу вот так вот так и вот этот кончик тоже подтянул подтянула подрезала и обратно так так здесь можно поправить вот 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 елочка уже прогрунтуется залакируется да ничего двигаться не будет вот они все витки у меня все приклеены вот здесь можно ставить ниточку да и подвеситься так как ее на елочку если сделать скажем крупные такие елочки да вот не маленькие а покрупнее можно их использовать как настенный декор например тоже как вариант вот такие вот елочки у меня получились вот на этом наверное все если вам понравилось и видео было полезным ставьте лайк пишите комментарии всем спасибо за внимание до свидания